Всем огромный привет! Сегодня я хочу ответить на вопросы, которые я получила от Светочки Левченко. Сейчас мы свекули после формулы рукоделия. Она мне будет читать эти вопросы, и я думаю, что мы с этим справимся на таком прекрасном фоне. Это небольшой розарий, в который мы зашли после формулы. Немножечко посидеть, передохнуть и пообщаться с вами. Итак, первый вопрос от Светы. Что для тебя вышивка сегодня? Вопрос, конечно, глобальный. Что для меня вышивка сегодня? Если говорить честно, то вышивка сегодня для меня это всё. Потому что основную часть времени я всё-таки занимаюсь вышивкой, если есть к этому желание. Вышивка эта для меня и антистресс, и какая-то надежда на будущее. Не будем расстраиваться карту насчёт будущего. И общение с такими же рукодельницами, заведёнными в одно место. И я не знаю даже что. Всё. Вот единственное слово «всё» здесь подходит лучше всего. На сегодняшний день без вышивки я себе не представляю своей жизни. Это точно. Ну, первый вопрос отвечен, да? Давай на второй. Есть ли какое-то дело или увлечение, которое может сравниться с вышивкой для тебя? На сегодняшний момент нет, но нужно сказать, что я очень увлекающийся человек, и этим может быть всё что угодно. То есть до вышивки я также как сумасшедшая вязала. Я свитер могла связать за неделю. Вот у меня уходило два дня на спинку, два дня на полочки и по дню на рукава, и остальное время я это сшивала. То есть если мне что-то вот понравилось, и я решила этим заняться, то я туда головой ухожу. Поэтому вот я думаю, что любое рукоделие, всё, что меня может затянуть, может встать на уровень с вышивкой на сегодняшний день. Понятно. Ну, пока вышивка перебила всё. Третий вопрос от Светочки. Вышивала ли ты когда-нибудь нон-стоп в течение долгого времени? И сколько времени подряд без перерыва? Нет, в марафон я себе не устраивала, конечно. Но я могу вышивать целый день, но это не значит, что я села в 9 часов утра и встала в 9 часов вечера. Я могу, например, сесть в 9 часов утра и провышивать нон-стоп часа 4 подряд. Я думаю, что это максимум. А потом надо уже переключаться на что-то другое. Хотя бы пойти приготовить что-то. Четвёртый вопрос. Есть ли у тебя идея, которую ты пока не реализовала, но к которой мысленно, постоянно возвращаешься? Очень трудно рассказать про какую-то единственную идею, потому что, как Света правильно, кстати, заметила, я по гороскопу в ветер. Да, но стихия. А весы – это ветер. Кстати, по-моему, там кто у нас? В Водолейбе. В Водолейбе, по-моему, тоже ветер. Ну, воздушное. Воздушное. Вот оно и есть. Воздушный знак. То есть у меня в голове просто роятся эти мысли, у меня столько там этих планов, у меня столько всевозможных уже заготовок для этих планов, что просто караул. Поэтому возвращаюсь я ко всему и с какой-то периодичностью. Ну, то есть на вещь у идеи не сидит мысль, которую ты не воплотила. Та, которая выедает мозг – нет. Ну, как вот долбит, скажем, как птичка-то называется, господи, скажи мне, я скажу. Дятел. Дятел, да. Дятел. Такой – нет. Наоборот, мне такое состоит сейчас, что я, в принципе, от любой идеи могу отказаться. Ну, не буду чувствовать себя ни в коем случае обязанной ее осуществить, потому что вот почему-то мне ее одно время очень хотелось сделать. Ну, не знаю. Ну, трудно сейчас объяснить, как будет переходный, может быть, в момент. Так, пятый вопрос от Светочки. Он чем-то перекликается с нашей с тобой перепиской в одном моем видео. Есть ли в твоей машине подушка, вышитая тобой? Если нет, планируешь ли вышить? Вопрос, конечно, интересный. На самом деле у меня нет в машине подушки, и я машину воспринимаю как средство передвижения. То есть у меня нет в машине украшательств вообще никаких. А кроме того, у меня малолитражка, то есть если я туда еще подушку положу, то что-то перевезти будет практически невозможно. То есть когда я делаю закупки, то я машину забиваю пакетами. Где там подушки располагаться, я даже себе не представляю. Но идея вышить в машину подушку у меня есть, а я уже ее начала. Когда я показывала набор от РТО, девочка Элайн называется, если я не ошибаюсь, и начала его отшивать. Так вот я его вижу именно в подушке. Ну и скорее всего, или может быть, вполне возможно, что эта подушка окажется в моей машине. Здорово. Сказать, что у меня нет планов, вернее планов-то много, но какой, так сказать, победит вот в ту секунду, когда я сяду и буду что-то выбирать, что вышивать дальше, сказать сейчас не могу. То есть я не вынашиваю по полгода план, чтобы потом к нему приступить и победно закончить. Вот что мне сейчас хочется, я считаю, что это мое хобби, я расслабляюсь, я стараюсь не напрягаться. Все, что связано с выставкой, все, что связано с вышивкой, я считаю, должно меня только радовать. Поэтому строить каких-то определенных планов на вышивку я даже не хочу, потому что планы имеют такую природу меняться. Поэтому нет, не хочу строить планов. Светуль, ты прости, ответила как смогла. Да, ну вот такой вот я человек, нет у меня планов, извини, пожалуйста. Нет, сюрприз будет. А, сюрприз будет. Оговорчик по Фрейду, что касается выставки. Ну у нас есть некие планы сотрудничества с девушкой, сидящей по левую руку. Которая прячется. Ну ты не будешь ничего говорить в кадре. Ну нет, это что, твои ответы в свете. Ну и подумаешь. Я хотела еще раз поблагодарить Светулю за то, что она назвала меня любимым блогером. Мне очень приятно, конечно, потому что, ну вот, вообще приятно быть любимым кем-то, да? Поэтому, Светочка, спасибо тебе огромное. Наши чувства взаимны. Я тоже обожаю твои видео и разговорные видео всегда поднимают мне настроение. Поэтому я с удовольствием получила от тебя ответы и постаралась на них ответить честно. Ну, как получилось. На этом всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Пока.